Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бочкова с особым мнением Николай Сванидзе. Добрый вечер. Добрый вечер. И обсуждаем мы, как обычно, все важные сегодняшние текущие темы. И первая из них – это, конечно, ежегодный доклад уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, которая встречалась с Владимиром Путиным. И совершенно неожиданно сказала, что направила ряд ходатайств в прокуратуру и следственные органы и попросила президента дать поручение создать межведомственную рабочую группу, которая могла бы здесь, в центральной части страны, а не на территории Чечни, что интересно, принимать обращения граждан, если таковые будут. Речь идет, конечно, о преследованиях геев на территории Чечни, которые местные власти отрицали всячески. Пресса, прежде всего, конечно, «Новая газета» пишут очень подробные и страшные репортажи. И вот теперь внезапно Москалькова предлагает такую, в общем, радикальную и смелую меру. Путин говорит, да-да, я поговорю там с соответствующими структурами. Это что такое вдруг случилось? Отрицали ведь эту всю историю сколько времени уже? Ну, отрицали ее в Чечне. В центре так очень осторожно об этом высказывались, говорили, что нет оснований не верить и так далее. Но это говорил же в основном все-таки не Путин, а его пресс-секретарь, по-видимому, не получив соответствующих еще определенных указаний. Ну, так и вот прошло уже почти месяц или сколько там больше, несколько недель с момента публикации начала всего этого скандала. Я бы, честно говоря, позволил себе здесь возразить в том, что касается слова «внезапно». Потому что, мне кажется, что имеет место некоторая недооценка Татьяны Николаевны Москальковой и ее деятельности на посту уполномоченного. Она человек-то решительный и очень хорошего желающий, я бы так сказал. Вот. Поэтому, как мне кажется, это не внезапно. Наверное, эта тема ее взволновала, что есть очень хорошо. И для меня здесь великой неожиданности нет. Некоторая неожиданность в реакции президента, потому что действительно до этого как-то не реагировали. Но вот это вопрос. Но у меня, честно говоря, здесь позиция такая. Удивляться по поводу чего-то хорошего можно, но все равно надо радоваться. Потому что ведь, ну, что называется, погладили ведь, а могли бы и ударить. Вот так вот хорошо, когда гладят. Значит, если действительно будет дано указание из Кремля центральным силовым структурам, потому что в Чечне абсолютно очевидно всем, включая, видимо, и Маскалькову, и Путина. И совершенно это справедливо, что в Чечне ничего по этому поводу решаться не будет. Никогда. Значит, это должно решаться не в Чечне. Но мы знаем, что в Чечне, в отличие от всей остальной территории земного шара, нет вообще никаких геев, в принципе, как класса. Это же понятно. Совершенно справедливо. Но если вдруг выяснится, что там пара завалялась, так сказать, геев, и им приходится не сладко, то тогда, видимо, все-таки принято решение, что это очень плохо, что там преследуют людей по признаку их ориентации. Что делать это нельзя. Потому что сексуальная ориентация ничуть не уступает ни религиозной ориентации, ни какой другой ориентации, и преследовать за нее ни в коем случае нельзя. Это не есть преступление. Значит, если это не есть преступление, то людей нужно защищать. Тогда преступление совершается в отношении этих людей, если им перекрывают дыхание, а иногда даже и не только дыхание, им вообще все перекрывают. По-моему, их даже была информация, что их там убивают. Причем убивают как просто силовики, так и, боясь, что убьют силовики, еще раньше убивают там их родные и близкие, на всякий случай. Спасая свои семьи, по всей видимости. Вот. Поэтому если этим займутся, то само по себе это хороший знак. Я уже не знаю, в какой мере это будет эффективно, но лучше, когда идет этот сигнал, чем идет сигнал, а делайте вы, ребята, что хотите, нас это не касается. Ну, это, с этим не поспоришь, безусловно. Но все-таки должны быть какие-то объяснения. Надавил Запад, поговорил с Меркель, решил хотя бы вот в этом незначительном, ну, кого волнуют там эти геи в опросе пойти на встречу, или что-то еще там, или решил немножечко намекнуть Рамзану Кадырову, что все-таки тут есть еще другие начальники в этой стране и правила. Ну, вот какие-то же должны быть объяснения? Ну, мне кажется, что ты основные назвала. Вот. Здесь будем как-то блуждать между ними, потому что мне кажется, что может иметь место и желание напомнить о том, кто в доме хозяин. Раз. Потому что я думаю, что претензии, пусть не высказанные такого рода, они и у силовиков присутствуют. Может быть, они не высказывают ему, в смысле, президенту. А может быть, и высказывают. А может, и высказывают. Но они же так думают. А кто у нас, собственно, кто у нас главнее и кто у нас страшнее, Путин или Кадыров? И почему этому все можно, а другому ничего нельзя? Вот это один фактор. Второй фактор, который мог вполне послужить поводом, это встреча с Меркель. Потому что известно, что Меркель обсуждала этот вопрос, она его поднимала. А если она его поднимала, и если так или иначе, я не уверен, что она ставила в зависимости от решения этого вопроса проблему санкций. Потому что санкции связаны не с геями в Чечне, конечно, а совсем с другими проблемами, которые еще тяжелее решаются. Но, тем не менее, я думаю, что он решил и Западу показать, потому что тут же дело не в самой Меркель, а, как мне кажется, ведь будет встреча 20-ки в Германии в июле. И после этого, насколько я понимаю, судя по разговору с Трампом телефонному, имеется очень сильное желание, а разговор был, как известно, по инициативе российской стороны, имеется очень горящее желание с Трампом индивидуально так или иначе встретиться, чтобы вот галочка эта, встреча с Трампом один на один, была подставлена. А Трамп ерзает, потому что он не знает, с одной стороны, нужно бы встречаться с Путиным, с другой стороны, он боится очередных обвинений в том, что он пророссийский, пропутинский, и вообще он не знает, что ему делать, он еще не определился. Вот по всей видимости, а встречаться с ним нужно, даже если это не решит проблемы. А я думаю, что встреча с Трампом никаких проблем не решит, сама по себе. Но факт встречи важен. Вот с Меркель встретились, с которой фиг знает, сколько не встречались. Теперь еще встретимся с Трампом, и в общем мы уже вроде как в законе, мы уже не в изоляции, с нами встречаются, с нами разговаривают, с нами решают проблемы. Мне кажется, что вот это сыграло свою роль. Я думаю, что сама проблема Геев, она, конечно, в данном случае совершенно рергардная. А вот эти темы, А, Кадыров, и выяснение такое, подковерное выяснение отношений с ним, ну, у нас же в Византии, у нас страна сигналов. Таким образом, действительно, просто подаются сигналы. Вот А, Кадыров, и Б, Меркель-Трамп, вот я думаю, это причина. У нас буквально сейчас до перерыва остается меньше минуты. Скажи еще раз, вот ты сказал, что Москалькова желает хорошего. Хорошего. Да, я в этом уверен. Ты в этом уверен? Да. А вот почему? Объясни, что это за человек, потому что на самом деле ведь как-то к ней так с подозрением относится прогрессивная общественность. Ну, что она за человек, я так уж прямо сказать не могу, вот, мы с ней не настолько давно и хорошо знакомы, но она на меня производит впечатление человека, который хочет быть настоящим, уполномоченным по правам человека. И, на мой взгляд, ее силовая биография ей не помешает быть настоящим, уполномоченным, а может быть, даже и поможет, если будет на то ее и Господнюю волю. Мы сейчас делаем перерыв на минуты три, это программа «Особое мнение», Николай Сванидзе в эту студию вернется. Продолжаем программу «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением журналист Николай Сванидзе. Заканчивая тему с Чечнёй, я хотела тебе задать еще вот такой вопрос, вот о чем я подумала. Все говорят о том, что вот существует какое-то особое формирование на территории и внутри Российской Федерации, которая живет по своим законам и не подчиняется федеральным этим. И вот даже Москалькова собирается организовывать этот центр по защите Геев, даже не там, где, собственно, на них нападали, а в другом каком-то регионе. И я подумала вдруг, а может быть, это не так плохо на самом деле? Что именно? Да, смотри, может быть, это какой-то такой прообраз более гармоничного строения российского государства, более конфедеративного, потому что, ну вот, этот регион живет так, он хочет так жить. Может быть, в дальнейшем будет какая-то создана не такая вот жесткая вертикально-иерархическая схема, централизованная управления страной, а может быть, действительно, в конце концов, разные регионы получат больше самостоятельности и возможность жить так, как они считают нужным, а не отдавать все полномочия, деньги, права и управления в центр московский. Ну, это такая романтическая, я бы сказал, точка зрения, на мой взгляд, потому что это, конечно, хорошо, что пусть расцветают сто цветов, да, и здесь пусть так, а там вот эдак, но все-таки если у нас есть единое государство, и в нем действует Конституция Российской Федерации, она, правда, не так, чтобы сильно действовала, но уж как действует, вот, чтобы она все-таки везде действовала одинаково, иначе тогда нужно в каждом регионе свою Конституцию писать и по ней жить, а это будет, как, я прошу прощения, какой-нибудь там кантон швейцарский. Ну, пускай будет кантон. Отдельно, отдельно стоящий. И чем плохо кантон? Да кантон-то неплох, если еще и все другие признаки этого, мне хочется произносить это слово в эфире, так сказать, кантона будут налицо, вот. Но в данном случае, кроме вот этого признака, что там могут делать все, что угодно, преследовать геев, там поливать зеленкой правозащитников, конкретно коллегу там Игоря Каляпина из Совета по правам человека, и все это не будет иметь никаких последствий, вот это, на мой взгляд, все-таки плохо. То есть это абсолютно отдельно существующее по своим законам, по своим, не только традициям там, этическим, религиозным, но просто по своим законам, по своим правилам, по своим понятиям существующий регион, на мой взгляд, это избыточно, сильно избыточно. Ну, раз уже ты сказал слово «зеленка», то давай тогда поговорим про Алексея Навального, который... А пугать не надо. ...получил вот, да, зеленкой в глаз и слишком серьезно, и теперь какие-то странные сигналы вроде как шлет ему власть. С одной стороны, одной рукой выдает загранпаспорт, другой рукой выносит приговор по Керафлесу и закрывает ему таким образом, по крайней мере формально, с ее точки зрения, путь в президентскую кампанию. Что это за танцы такие все? Как ты их интерпретируешь? Ну, пока, честно говоря, никак, потому что я слежу за происходящим. На данный момент это похоже на издевательство, потому что, с одной стороны, действительно, человеку выписали паспорт зарубежный, а с другой стороны, говорят, что пользоваться им нельзя. Ну, это тоже как-то непонятно, потому что сказала какая-то там инспектор... Сказала некая дама, в общем, сказала не ему, а по телефону адвокату. Адвокат говорит, что по закону там все не так, как вы сказали. Да, совершенно верно. То есть это выяснится, наверное, в тот момент, как я понимаю, когда Алексей Навальный прибудет в аэропорт. И там его либо пустят, либо его не пустят. Вот там вот все и выяснится. Я думаю, что это будет очень интересный момент. Но если его не пустят, то это очень плохо, потому что это будет издевательство. И дикий скандал. Дикий скандал. Ну и просто глаз надо лечить. Громкий, смачный. А выпускают его действительно для того, чтобы он лечил глаз. Потому что, как я понимаю, ему там есть шанс, что ему нужно будет роговицу там пересаживать и так далее. Что в наших медицинских условиях, продвинутых, невозможно. Вот. А если его выпустят, то мы тогда скажем, что это очень хорошо. Но надо подождать. Пока что просто не знаю, что это значит. Не исключаю, что одна рука не в курсе того, что делает другая. Меня совершенно восхищает, как себя ведет и держится Алексей Навальный. Но он очень мужественно держится. Очень мужественно, иронично. Очень мужественно, при том, что... С этой черной повязкой вышел. Да, да, да. Такая пиратская такая. Да, такой Джек Воробей. Абсолютно. Вот. Но это вообще-то не шучная ситуация. Потому что, вот, скажем, дело, которое открыли, что само по себе хорошо, уголовное, оно открыто не совсем по той статье. Оно открыто по статье побои, что подразумевает и какое-то другое физическое воздействие, но не вред здоровью. Потому что побои, ну что, ну губу подбили, да? А побои это не вред здоровью? Нет. Там отдельные статьи в УК РФ. Побои это не вред здоровью. Побои это там синяк поставили под глазом. Извини, я правильно понимаю? Просто я, конечно, не юрист ни разу. То есть, если, например, дело открывают по статье побои, потом доказано, что побоев не было, и говорят, что значит тот, кто... Не в этом дело, извини, что... Он не виновный? Не в этом дело. Дело в том, что статья побои, она легкая. И она, повторяю, не подразумевает вред, причиненный здоровью. Там могут быть не только побои. То есть, не в смысле вот человека именно там ударили. Может быть, ему еще там что-то сделали. Там чем-то и облили. Это тоже входит в эту статью. Но статья легкая. Но статья легкая. Поблили, но не причинив вреда здоровью. А вред здоровью причинен, причем средний. Средний – это значит немалый. Потому что человек может лишиться одного глаза в результате. Вот. И не дай бог. И поэтому эту статью придется, конечно, переформатировать. Если реально заводить уголовное дело, то по другой статье. Именно подразумевающий довольно серьезное наказание за причинение среднего вреда здоровью. А делать этого очень не хочется, конечно. Потому что это Навальный. Имя которого произносится мало где вслух. И признавать, что ему причинен какой-то вред. И причинен людьми, по всей видимости, все-таки социально близкими. Социально близкими, назовем их так. Потому что они до сих пор никак не страдали из-за своего поведения. А это ведь не первый случай. И даже одновременно с этим были другие. В том числе тоже с причинением серьезного вреда здоровью. В том числе даме яблочницы. Так или иначе нужно что-то предпринимать. Это плохо. Это чистое-чистое уже штурмовики. И нужно как-то на них реагировать. Тем более, что это тоже бьет в конечном счете по власти. И власть это, как мне кажется, понимает. Потому что это вызывает ощущение, что власть делегировала монополию на насилие. Неизвестно каким хулиганам. И хулиганы этим вовсю пользуются, размахивая флагом, на котором написано «Мы за власть». Ну мало ли, что там написано. А вот она как делегировала все-таки? Вот это вот все было сделано по заказу? По поручению? Или это просто такая дурная инициатива? И теперь власть, выдавая там загранпаспорта, условно говоря, и так далее, открывая уголовные дела, пытается как-то от этого всего отмазаться? Ну, я не в курсе, но давай рассуждать логически. Значит, если эти люди знают прекрасно, кто откуда, когда выходит, кто куда, когда приезжает, знают все расписание, они его откуда знают? Они его знают только от компетентных людей. Компетентные люди работают в компетентных структурах. То есть в силовых. Значит, я думаю, что кто-то из серьезного уровня силовиков этих людей крышует. А силовики – это государственная структура, между прочим. Вот. И поэтому, так или иначе, это все равно значит, что эти люди крышуются государством. И это для государства, для его репутации очень плохо. В том числе для репутации государственного руководства. Несомненно. А наступить на горло этой песни, повторяю еще раз, очень не хочется, потому что речь идет о Навальном, об оппозиционере, о человеке, которого там чуть ли, да и не чуть ли, а там с Гитлером сравнивают. Вот. И при этом вслух объявлять, что он пострадавший, ну, совсем не охота. Но придется. Но придется. И это вызывает вот… Спустить на тормозах не удастся. А как это спустишь на тормозах, если человек ходит с одним глазом? Ну, интересно. Тут убивают людей, понимаешь, и годами, вообще и десятилетиями никто не может найти виновных, и ничего. Ну, хорошо, что не убили, но действительно были случаи убийств. И спускают на тормозах, забилую душу. А ситуация меняется. Ситуация меняется. То, о чем мы с тобой говорили, проходит встреча с иностранными лидерами. Они поднимают этот вопрос. Происходят разные шествия, на которые выходит достаточное количество людей. Как мы знаем, иногда меняется атмосфера в стране. И что раньше можно было себе позволить, то теперь… Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением журналист Николай Сванидзе. А что ты еще такое говорил со словом «экстремизм страшное» в перерыве? Ну, возвращаясь к теме обливания этой зеленой дрянию, потому что уже выясняется, что это, в общем, не вполне себе зеленка даже. Ну да, туда еще, видимо, что-то подмешали. Да и зеленка тоже не подарок. Это, на мой взгляд, просто чистое проявление экстремизма. Чистое экстремизм абсолютно. И, на мой взгляд, трудно просто, хотя бы по этой причине, трудно властным структурам на это закрыть глаза. Экстремизм – это, знаешь, когда хрупкая девушка на демонстрации дотрагивается случайно пальцем до ОМОНовца. Вот это экстремизм. Ну вот, да, совершенно верно. Но вот здесь такое мнение, что и это тоже экстремизм. Когда не только хрупкая девушка дотрагивается, но и когда до хрупкой девушки дотрагивается, прошу прощения. Вот, это тоже экстремизм. А в данном случае и крепкий мужчина может быть приравнен к хрупкой девушке, потому что он беззащитен абсолютно. Ну, конечно, это экстремизм. Между тем, «Единая Россия» в лице замсекретаря Генсовета партии депутата Евгения Ревенко призывает не привлекать по разнарядке людей для участия в акции «Бессмертный полк» и не впадать в административный раж для увеличения численности. Что-то мне подсказывает, что никто господина Ревенко не послушает, а будет все равно впадать и привлекать. — Просто коммунизм какой-то, честное слово. Просто говорят все люди правильные вещи. Вот, никак не могу не согласиться с коллегой Ревенко. Вот, просто соглашаюсь с ним, что действительно по разнарядке, вот все даже очень хорошее по разнарядке, это уже и не такое хорошее. По-моему, это совершенно очевидно. — Говорят, что Левада говорит, что максимальное количество людей с начала 2000-х годов в этом году будет так или иначе отмечать 9 мая. Там 70 с чем-то процентов. — Ну, хорошо. — Ну, то есть их спросили, они ответили, что да, они будут, и их очень много. — Хорошо. — Вот я уже спрошула сегодня наших гостей, и тебя тоже спрошу. Вот как ты, что ты об этом думаешь? Потому что я отказываюсь думать, что это из-за всей вот этой вот разнарядки и промывки мозгов. — Ну, у меня очень сложное отношение к этому празднику сегодня, да, потому что он всегда для меня был свят, у меня отец фронтовик, там, и так далее, естественно, как у подавляющего большинства людей моего поколения. И поэтому это всегда, там, минуты молчания туда-сюда, фильмы о войне, песни военные, это всегда святое. Но мы возвращаемся к теме разнарядки, возвращаемся к теме, там, георгиевских ленточек, которые повязываются. Даже дело не в том, что они собакам на хвост повязываются, а и на, там, антенны автомобилей, что само по себе, конечно, резко снижает эмоциональный уровень происходящего, прибавляя ему просто совершенно такого похабного официоза, я бы сказал, совершенно неуместного в данном святом контексте. Вот, но это вообще меняет характер праздника, потому что этот праздник, он уникальный, он одновременно, как Новый год, да, в известном смысле, и государственный, и народный, и интимный, и личный, человеческий, но, в отличие от Нового года, он еще с выраженным политическим, конечно, акцентом. Новый год, там политики нет, а здесь она есть. Он поменялся, конечно, с уходом поколения фронтовиков, потому что для поколения фронтовиков это действительно всегда был праздник со слезами на глазах, там был очень силен элемент горечи, очень силен элемент такой светлой печали, потому что один из десяти вернулся с фронта, один из десяти. И все товарищи погибли, и у каждого вернувшегося, и поэтому для них это был всегда праздник очень невеселый, я бы так сказал, усталый праздник. Они ушли, и уже, в общем, в возрасте их дети, а для младших поколений это вообще, так сказать, ну что, что 41-й, что 1812-й, что Куликовская битва, в общем, абсолютно то же самое. Вот, но нужно помнить просто о масштабе потерь. Вот 14 февраля было заседание в Государственной Думе, посвященное этой теме, как раз шла речь о бессмертном вот этом вот полке, полку, как правильно сказать. Вот, и там прозвучала цифра еще более убийственная наших потерь, потому что, ну, мы знаем, что эти потери менялись от лидера к лидеру, да, при Сталине это было 7 миллионов. И все время только росли, да. Потом при Брежневе 20, при Сталине вообще и праздник-то не отмечался, как известно, до 65-го года он был запрещен, не было такого красного дня в календаре. Брежнев его ввел в 65-м году, и было 20 миллионов, потом 27 миллионов последние цифры, а сейчас 42 без малого миллиона человек. Эта цифра не укладывается, и 27-то это чудовищная цифра, а там 41-900 там где-то, ну, это просто что-то невероятное. Это гораздо больше, чем все остальные вместе взятые потеряли. Немцы, которые проиграли всем войну на свете, потеряли 7. Американцы меньше полумиллиона, англичане меньше полумиллиона, французы чуть больше полумиллиона, там 600 тысяч с лишним, а мы 42 миллиона. Французы, которые сидели под оккупацией. Французы, которые сидели под оккупацией, да. Немцы, которых стерли практически с лица земли. Совершенно верно. Вот, и поэтому праздновать этот день, как бы закрывая глаза на масштаб потерь, который неумолимо напоминает о себе, и будет напоминать долгими десятилетиями, если не веками, потому что это постоянно, регулярно возникающая демографическая яма, в которую мы скатываемся, наша демография, наши проблемы колоссальные, с ней связанные, это не 90-е годы. Это репрессии и война. Это раскулачивание с дикими потерями, гражданская война, репрессии, и это, конечно, Великое Отечественное, страшное. И поэтому видеть в этом только праздник, просто праздник, мы победили. А 42 миллиона куда девать? Что, забыли? Поэтому вот это вот пафос, который раньше была горечь, такая усталая горечь фронтовиков, а теперь это такой пафос с очень большим налетом милитаризма, с очень большим, вот с этим идиотским, можем повторить. Что ты можешь повторить? Ты можешь повторить, 42 миллиона ты можешь повторить. Расскажи об этом своей бабушке или прабабушке, как она это пережила и вспоминает с ужасом всю оставшуюся жизнь, и хочет ли она это повторить? Да, вот, ну бабушек уже нет, но тем не менее мы же знаем цифры, и поэтому это идиотизм такой совершенно хулиганский, на мой взгляд. И превращение этого праздника в какую-то угрозу всему миру, а вот мы можем, а вот мы еще вам покажем, какой-то, с одной стороны, детский сад, но такой страшный, страшный, злобный детский сад. Поэтому я повторяю, у меня к этому сейчас отношение такое двойственное очень, с одной стороны, это действительно праздник, большой, великий праздник, с другой стороны, все, что связано с официозом здесь, а его колоссальное количество и прибавляется с каждым годом, это меня отталкивает. А таджики и узбеки, которые решили в этом году не проводить этот бессмертный полк, по религиозным, как было официально сказано, причинам, потому что носить портреты умерших людей и так далее, к этому как надо относиться? — К этому нужно относиться как к данности, к этому нужно относиться как к тому, что на Украине не проводится военный парад, к этому нужно относиться как к позиции, которую занимают прибалтийские страны в этом смысле, к этому нужно относиться таким образом, Они не хотят ассоциации с Советским Союзом все. И чем больше Россия ассоциирует себя с Советским Союзом, тем больше эти страны не хотят ассоциировать себя с Россией. Не хотят. Для них самоидентификация, а это для них важно, потому что это молодые страны, для них самоидентификация это отталкивание фактически от России. Вот мы это не Советский Союз. Если Россия это наследник Советского Союза, то мы не Россия. Вот их самоидентификация. И это нужно понимать, в этом нужно отдавать себе отчет. Последний вопрос перед завтрашним днем. Это, конечно, французы, их выборы. Ну что, Липен проиграла? Ну, похоже на то, она совершила очень странный поступок незадолго до выборов, еще до первого тура. Она поехала в Москву и, по-видимому, считая... Ну, Путин, участие западных избирателей популярная фигура, потому что он харизматичен, несомненно. Он харизматичен, он ассоциируется с силой, он ассоциируется с властью, он ассоциируется с брутальностью, а это, несомненно, всегда и до сих пор очень многим нравится. Но не настолько, чтобы это в великой державе, каковой, несомненно, является Франция, чтобы это обеспечило голоса большинства избирателей. Потому что президент, который ездит в Кремль клянчить деньги, он, я думаю, с трудом воспринимается большинством избирателей Франции, как будущий президент страны. Мне кажется, дело в этом. Ну, я не знаю, насколько реально обаятелен Макрон, он возник, в общем, как черт из коробочки, не так давно. И он молотый, у него есть там свои плюсы, свои минусы. Но мне кажется, что... Ведь было известно, что Лепен в одну калитку проигрывает во втором туре любому оппоненту. Вышел бы Фион, она бы Фиону проиграла. Да, ладно. Да, конечно, это было известно. Точно так же. В одни ворота. А сейчас она в одни ворота, судя по всему, проигрывает Макрону. И нам придется с ним иметь дело. Я не считаю, что это плохо. Так же, как я там всегда считал, что нам лучше Хиллари Клинтон, чем Трамп. По той же самой причине. И с Хиллари Клинтон тоже казалось, что она выигрывает во одну калитку. Да, да, да. Но там разрыв был не столь силен. И там в последнюю неделю мы знаем, что произошло. А во Франции ничего не произошло в последнюю неделю. Он ровно продолжает очень сильно лидировать, Макрон. И я думаю, что победит. И в этом особо плохого я не вижу, потому что он предсказуем. Он предсказуем. И с ним нужно будет выстраивать жесткие, нормальные, предсказуемые отношения. Известно, что хочет он. Известно, чего хотим мы. Значит, нужно будет вести переговоры, договариваться. Не отстегивать ему, доставая из кармана брюк, там, очередные, там, несколько миллионов. А просто разговаривать серьезно и по-мужски. Вот, я думаю, так будут складываться отношения. Я не вижу для российского международного положения, для российской дипломатии, большой проблемы в победе Макрона. Ну, не считая только того, что поставили не на ту, облажались немножечко. Ну, поставили не на ту, ну, что теперь делать? Ну, конечно, был великий соблазн. Девушка к нам ездит, конечно, был соблазн на нее поставить. Хотя с самого начала было ясно, что эта лошадка не приходит первой. Спасибо большое. Это программа «Особое мнение». Спасибо, Николай Сванидзе. До встречи. До встречи.